Власть применила новую технологию запугивания. Что делала власть? Призывы выйти на митинги 24 и 25 октября являются провокацией. В Казахстане готовятся к беспорядкам. Государство будет твердо проводить политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма и бытового вандализма. Мы будем жестко пресекать любые слова и действия, которые входят в противоречие с законом. Это должны хорошо понимать прежде всего граждане. Привыкает у нас экстремистская организация, деятельность которой на территории страны незаконна. И естественно никаких митингов проводить мы не позволим. С 24 по 26 октября текущего года весь личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. В эти дни предусмотрено увеличение до 20 тысяч количества задействованных на охрану общественного порядка сотрудников полиции и военнослужащих национальной гвардии. Продолжение следует... Продолжение следует... Государство начало задерживать активистов и МВД, я уверен, готовится прям жестко к этому. Телевидение им запугивало. Покайев делал различные заявления. От МВД говорили, что якобы это организовывает экстремистская организация ДВК. В чем экстремизм непонятно, но экстремизм мы не позволим. Нагоняли бронетраспортеры, патрули, машины с решетками. В школах учителя, директора собирали учеников, говорили, дети не ходите, не портите свое будущее. Студентов запирали в общежитиях, те кто живет за пределами этого города, где они обучаются. Им говорили, езжай к себе. Их всех выгоняли до 30 октября, чтобы их там не было. То есть везде тотальное давление было. Власть выделила огромные деньги блогерам, которые заполонили собой тикток, другие социальные сети. И говорили, не ходите дети, не ходите люди, не ходите взрослые. Закрывайте окна, шторы и все прочее. Почему? Для чего? Почему выделили такие ресурсы, чтобы запугать население? На митинги выходит не Мухтар Аблязов, а на митинги выходит народ. То есть задача была запугать народ, первое. На митинги призвал Мухтар Аблязов. И второе, конечно же, на митинг мог позвать любой человек, находящийся за пределами Казахстана. И вы знаете, что власть на это вообще не будет реагировать. Вообще ни на кого. А почему-то реагирует на Мухтар Аблязова. Значит, у власти есть два страха. Первый страх это народ, второй страх это Аблязов. И давайте разберемся, почему. Мухтар Аблязов. Мухтар Аблязов. Мухтар Аблязов. Я чет верн. Мухтар Аблязов. Я чет верн. Потому что народ свою силу продемонстрировал. Ну вот в январе 22 года наш народ вышел с требованием шалкет парламентская республика. А парламентскую республику продвигала именно наша политическая организация и демократические выборы Казахстана. И вы понимаете, что полмиллиона человек в нашей стране не могут одновременно произносить парламентская республика сами по себе, если бы это не стало их пониманием, единой целью. А это возможно только тогда, когда политическая организация убедила миллионы людей в том, что в нашей стране нужна парламентская республика. Это значит, мы влияем на сознание людей, на миллионы, на миллионы людей влияем. Именно поэтому эта власть нас боится. То есть вы должны понимать, что этот режим боится нашу политическую организацию, меня лично, который является спикером этой политической организации и боится народ. А это о чем говорит? Вы задали себе вопросом, а почему это сейчас именно происходит? Потому что именно сейчас власть понимает, что очень опасная для них ситуация. Им есть что терять. Им десятки миллиардов долларов, деньги потеряют. И не просто деньги. Это не значит, что они убежали из страны. Многие переживают, что эти люди убегут из страны. И завтра они уедут с капиталом, и мы их не найдем. Нет. Нынешние люди, которые находятся у власти, прекрасно знают, что мы их найдем. Не просто деньги отберем, мы их экстрадируем. Мы их посадим. Нет, убивать мы их не будем. Как мне здесь пишут в личке, а давайте мы их казним. Или когда мы казним Токаева. Нет. Мы будем строить цивилизованные государства. Мы их просто посадим. По нашему действующему законодательству. На пожизненный срок. На 20 лет. То есть в меру того, что они какие преступления совершили, мы их посадим. Убивать не будем. Зачем? Это неправильно. Мы не будем строить дикое государство. Потому что есть пример. Смотрите на Европу. И Казахстан подписал соглашение, что этого не будет. Поэтому эти люди знают, что конечно мы их убивать не будем. Но представьте себе, что вот Токаев будет сидеть в тюрьме или Назарбаев. Они же просто умрут от горя. Они будут есть обычный тюремный рацион. И от горя умрут, что их не обслуживает и все прочее. Им есть что терять, уважаемые друзья. Поэтому они в панике. Если мы понимаем, чего власть боится. И мы понимаем, что боится она правильно. Потому что сейчас гигантское напряжение, и это прорвет. Понимаете, это больной организм. Коррупция. Преследование людей. Полностью лишение всех прав наших граждан. Бешеная инфляция. Наглая жизнь чиновников, которые нагло воруют. Нагло держат, показывают свои богатства в инстаграм. Свои дома. Летают самолетами, отдыхают. Нагло говорят, что они там в день на еду тратят 50-60 тысяч тенге только на еду. То есть в месяц минимум 1,5-2 миллиона тенге. Сколько в день мы тратим? Ну, наверное, на семью 50-60. Это что называется один из министров признался. Тут вам предлагают прожить на 85 тысяч тенге, а он в день одного барана съедает, как один комментатор написал. И поэтому сейчас тот всплеск, который был в январе 22 года, он никуда не делался. Он просто сейчас снова концентрируется, и взрыв будет еще большей силой. И поэтому власть боится. Итак, я объяснил, почему власть боится именно народа. Второе. Почему власть боится именно Мухтара Аблязова? Мне говорят, ты там сидишь во Франции, там провокаторы и так далее. Ну, знаете, за рубежом много кто сидит. Людей. А почему власть их не боится? Ну, почему не боится? Вы не задумывались об этом? Или там тебе легко находиться. Я говорю, приезжайте сюда, чтобы вас семью похитили. Посидите, как я, в тюрьме за рубежом, между прочим, когда вас будут экстрадировать. Поотбивайтесь, когда на вас будут нападать различные киллеры. Здесь уже уголовные дела давно возбуждены. Большая группа людей выявлена. Поживите, когда у вас все время угроза депортации, как сейчас мне требует все время уехать. Поживите, когда у вас не будет средств на свою юридическую защиту. И при этом еще вам надо умудриться организовывать политическую организацию таким образом, формировать ячейки, чтобы эта организация была способна снести режим. А то, что она способна, власть понимает. Потому что власть преследует меня лично и больше никого. Вы знаете, кто живет за рубежом? Любого. Вспомните, на ваш взгляд, какой был в оппозиции. Любого. Хотите Белаша, хотите Тургумбаев, хотите Акижана Кожигельна. Любого. Вспомните, скажите, их власть преследует? Нет. А почему она преследует именно меня уже непрерывно 15 лет? А вообще у меня 6 лет тюрьмы было в Казахстане. 20 лет. Поживительный срок. 15 лет в России заочное дали. И сейчас здесь во Франции меня пытаются посадить и так далее. Покажите одного оппозиционера, любого. И вы не найдете. И вот вам простое объяснение. Объяснение. Власть боится, что я, как лицо этой организации, сумею организовать протесты таким образом, что не только свалить этот режим, но затем конфисковать их активы, найти их за рубежом, вернуть в страну. И более того, чтобы вы завтра на ваших глазах, мы вместе с этим временным правительством, новым правительством, за короткий срок сделали такие реформы, буквально за несколько лет, чтобы вы сказали, как же так, мы 30 лет были идиотами, дураками и не понимали, что оказывается мы можем жить, как на Западе или в Южной Корее. Как же так, какие мы были слепые. У вас есть интернет. Смотрите, как люди там живут. Почему власть преследует меня. Я буду сейчас говорить такие вещи, многие, конечно, воспримут, о, он там сидит, расхваливает себя и так далее. Я просто буду говорить такие вещи, очевидные. Когда у вас спросят, у вас две руки, вы скажете, ну две, вот две, не одна же. У вас одна голова? Вы говорите, ну да, одна голова. Так вот, я буду говорить сейчас те вещи, которые просто так же, как одна голова, две руки, две ноги. Эта власть прекрасно понимает, что я обладаю профессиональными знаниями практически в любой сфере. Не просто в энергетике, в сельском хозяйстве или реформы железной дороги, вообще принцип политической реформы, где угодно. Обладаю уникальными знаниями. Вчера об этом прекрасно знал Назарбаев, поэтому все эти годы меня преследовал, пытаясь уничтожить. Зная мой характер, последовательность, системность и что я упорный. И не просто упорный, а потому что я уверен, что то, что я делаю, даст результат. И это очень просто, потому что так живут Америка, Европа, Южная Корея и много других стран. То есть я не открываю Америку, я делаю то, что уже в мире сделано. Я просто пытаюсь, чтобы это было сделано в Казахстане. То есть что это возможно, это очевидно. Ну то есть я обладаю не просто профессиональными знаниями, и эта власть прекрасно знает, что еще я обладаю возможностью организовывать людей, организовывать процессы таким образом, чтобы был результат. И Токаев прекрасно понимает, что я буду добиваться этой цели, и поэтому они вместе с Назарбаевым продолжают меня преследовать и будут преследовать. Они понимают, что я эффективный, обладающий широкими знаниями, обладающий организаторскими навыками. И с учетом того, что существует сейчас запрос общества, люди хотят перемен, хотят хорошо жить, и мы предлагаем повестку. Нет ни одной политической организации, нет ни одного известного политического публичного лица, который бы конкретно предлагал. Заработные платы у вас будут такие-то, у вас будет жилье, мы спишем кредиты, нет ни одного человека. И более того, нет ни одного оппонента, который бы сказал, что это невозможно. Ни один человек из правительства, ни Токаев, ни Назарбаев это не говорили. И поэтому вы должны понимать, что это абсолютная реальность. Я показываю источники, показываю, как это сделать, притом не через 30 лет, а через 2 месяца. Поэтому, уважаемые друзья, именно поэтому эта власть преследует меня. Поэтому я сижу в Париже, вроде бы далеко. Они пугаются, каждый митинг, который мы организовываем, для них это страх.